Здравствуйте! Это программа «Специальное интервью» в студии Василиса Ивашкина. Одинцовскую библиотеку номер один открыли 90 лет назад. История начиналась с избычитания. А вот что представляет собой сейчас дом, где живут книги, расскажет заведующий библиотекой номер один Елена Хворостьянова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Рада приветствовать. Взаимно. Все привыкли, что библиотека – это абонемент, где тебе книжку отдают на две недели, говорят, строго принеси в срок. Или читальный зал, где можно получить ту книгу, которую никогда в жизни тебе домой не отдадут. Что сейчас происходит? Сохранились ли читальные залы и так же тихо в библиотеке, как было раньше? Начну с первого вопроса, что сохранились залы и абонемент, и читальный зал. Но в 2017 году наша библиотека участвовала в программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Называлась программа «Перезагрузка». И нашу библиотеку перезагрузили, что сейчас, можно сказать, что это такой маленький, но полноценный дом культуры в городе Одинцова. Наша библиотека сейчас поделена на две части. В одной части сохранились, конечно же, читальный зал и абонемент. Читальный зал, он у нас совмещен с мультимедийным залом. То есть у нас там стоят компьютеры, любой посетитель может прийти, поработать на компьютере. Также могут взять книгу, взять, почитать. На абонементе все то же самое. Единственное, сейчас расскажу, как воспользоваться абонементом. Во-первых, нужно прийти с паспортом, записаться. Записывается телефон, адрес, фамилия, имя, отчество. Книга выдается на один месяц. То есть уже быстрее. Да, да, да. И можно взять за один раз не более пяти книг. Несмотря на то, что мы не являемся библиотекой смешного типа, у нас в основном фонд содержит литературу взрослую, у нас также присутствует и школьная, и детская литература. Также мы детей записываем, но с одним из родителей, с мамой или с папой, бабушкой или дедушкой. Вторая часть нашей библиотеки мы называем маленький дом культуры. У нас есть залы со сцены, где проходит множество различных мероприятий, культурно-массовых мероприятий. Но хочу сказать, что мы стараемся каждое такое мероприятие, конечно же, направить на развитие чтения, на продвижение книги. Все это, конечно же, сохранилось у нас. Читательский билет еще существует как таковой. Можно найти там студента, который сидит с десятью книгами и пишет реферат. Вот поделитесь секретом, потому что ругают нашу молодежь, говорят, что все чаще пользуются сетью интернет. Ну, во-первых, мы все привыкли ругать молодежь. Но молодежь у нас не настолько плохая. И я предлагаю каждому вашему телезрителю прийти и проверить, что действительно в нашей библиотеке молодежь существует, живет, работает, учится, все что угодно. То есть наш читальный зал, тот же самый мультимедийный зал, каждый вечер заполнен молодежью. Как это ни странно. То есть можно в тишине прийти, поработать над каким-то проектом, поработать над курсовой работой. То есть есть даже постоянные читатели, которые каждый вечер как на работу к нам приходят в читальный зал, сидят, работают. Есть даже молодые люди, которые приходят, ну и парни, и девушки, которые приходят вместе, выполняют домашнее задание. Приводила пример, недавно рассказывала. Сидел молодой человек, очень долго что-то писал. Я, проходя мимо, увидела, что девушка зашла, к нему подсела. Он этот листок достает и говорит, ой, я написал тебе сочинение, мне же самому понравилось. То есть все-таки читальный зал тихо, и все читают книжки. Ну, в этой части библиотеки, да, конечно же, у нас тихо, потому что это все-таки библиотека. А вот вторая часть, там, конечно, о тишине мы говорим, наверное, можно сказать, только ночью, когда у нас тишина. А в остальное время мы распределили все рабочее время следующим образом. С утра мы отводим время для пенсионеров, да, потому что дети в школе, студенты в институте или в колледже, соответственно, взрослые на работе, то время мы это отводим для пенсионеров. Сейчас активное у нас долголетие, у нас и компьютерная грамотность для пенсионеров, и английский язык изучают пенсионеры в нашей библиотеке. И помимо этого множество различных лекций, курсов, также направленных на пенсионеров. Где-то в обеденное время у нас школьники, начиная с младших классов, ну, соответственно, младшие классы, после идут уже среднее звено, и вечером у нас очень много мероприятий для молодежи. То есть библиотека никогда не бывает пустой. А вот согласно, вот историческая справка такая, правда ли это, хотелось бы узнать ее из первых уст, так скажем, согласно формулярам 1941 года, вот любили читать Островского в то время, Чернышевского, а что сейчас читают? Читают люди все абсолютно. То есть, если вот говорить о примерах, в понедельник у нас выходной день, и библиотечное обслуживание мы не осуществляем. Но, соответственно, допустим, я как заведующая работаю, методисты работают, у нас кружки работают в это время, ну, и народ приходит, мы не закрыты. Подошел молодой человек, говорит, книгу сдать, а библиотекарей нет. Он говорит, ну, я издалека ехала, можно я оставлю? Я говорю, ну, хорошо, давай, я говорю, я у тебя приму. Молодой человек, ну, на вид сейчас не скажешь, да, там, 16 лет или 25 лет, красивый, высокий, спортсмен стоит, книгу принес. И он отдает мне «Войну и мир». Он смотрит, я ее прочитал? Он говорит, ну, да, зачем я ее брал? То есть, есть люди разного возраста, разной литературы, и популярна абсолютно вся. Я не могу сказать, что классика популярна, либо там детективы, либо романы. Нет, люди берут, читают, и каждому свое. Есть, вот недавно тоже был случай, проводили экскурсию, девочка подошла, с мамой они были. А вот у вас есть фэнтези? Мама очень сильно так ругалась, вот она со своим фэнтези постоянно читает. Пусть читает, девочки, это интересно. Главное, что она читает. Главное, что она читает, да. Поэтому мы не ведем, конечно, статистики, но книги абсолютно все пользуются популярностью. Книжный фонд большой в вашей библиотеке? Ну, конечно, если говорить о книжном фонде, до перезагрузки он был в два раза больше, он был 82 тысячи, сейчас около 40 тысяч книг в фонде библиотеки номер один. Ну, тоже достаточное количество, чтобы интерес удовлетворить наших жителей. Но все-таки перезагрузка, это своего рода, наверное, борьба за посещаемость, да, чтобы ходили в библиотеки. Вот как обстоят с этим дела в Одинцовской библиотеке? Ну, мое личное мнение, что при перезагрузке очень верное решение приняли, разделив библиотеку на две части. В одной сохранили, конечно же, книги, а в другой как раз-таки вот создали условия для проведения различных мероприятий. И, как я уже сказала вначале, мы стараемся практически каждое мероприятие приурочить к чтению книги. Даже если мероприятие какое-то развлекательное, то мы стараемся проводить экскурсии. Я лично провожу экскурсии, и это прямой диалог с потенциальными нашими читателями. Это вопросы, они стараются на них отвечать. Это подбадривание, да, там, ой, молодец, да, держи пять. Если буквально там экскурсия 15 минут, и если первые 5 минут ребята еще стоят, даже взрослые ребята, кому 16 лет, 15-16 лет, они вначале стоят, ну, как-то так вот зажаты, они же пришли в библиотеку, в библиотеке должно быть тихо, то через 15 минут они раскрепощаются, у них очень много вопросов, а где, а что, а как мы на них отвечаем. И я хочу сказать, что из 10 человек, которые присутствуют на экскурсии, двое всегда идут, записываются, берут книгу. Это здорово, это очень хорошо. И возвращаясь вот к вопросу о том, как мы привлекаем к нам читателей, вот таким образом мы привлекаем. То есть любое мероприятие мы, конечно же, приурочиваем к книге. Ну, 100% у вас надо спросить, каким образом библиотека может существовать во времена интернета, потому что все-таки многие, не выходя из дома, пользуются интернетом, и, в принципе, в библиотеку ходить не хотят. Что делать? Как вот вы выживаете? Ну, выживаете, наверное, вряд ли, судя по разговору, что библиотека устоялась и хорошо существует. Но все же, раскройте секрет тогда, может быть, это пригодится кому-то. Секретов особых никаких нет. У каждого свой выбор, и каждый делает выбор свой сам. Есть люди, которые… Сейчас вот мы пошли к новинкам, да, сейчас у нас электронные книги, в телефонах все это, вот прям новинки. Все бросились, все начали читать, потому что это удобно всегда с собой. Но эта волна прошла, как любая мода, да, мы знаем, что она вот по спирали идет сначала вот так, модно потом не так, а потом… И мы сейчас пришли к тому, что люди вернулись к бумажной книге, к бумажному носителю. То есть людям интереснее подержать книгу в руках, полистать страницы, поводить пальчиком по странице. И многие об этом говорят. Многие, вот у нас, допустим, наши читатели говорят, да, мы в свое время там покупали электронные книги, да, мы там скачивали приложение, было интересно, но сейчас и глаза уже по-другому, и шрифт не тот, хотя, да, там все настраивается. Но в основном люди вернулись к книге. Соответственно, нет, есть те, кто как любил читать в электронном виде, так они и будут читать. У меня, допустим, знакомая, она говорит о том, что я не могу читать книгу, у меня уже… и говорит, я люблю утром почитать, когда все спят. Электронную книгу открыла, она светится, вроде бы удобно. Есть, конечно же, такие люди. Но в основном очень часто возвращаются вот к старому, к именно к бумажному носителю. А как насчет соцсети? Ведете библиотеку? Конечно. Есть свои подписчики? Кто ваша аудитория? Смотрите, если… И для чего вы это делаете? Вот в чем вопрос, раз уж. Ну, основная цель – это привлечь наших жителей к библиотеке, чтобы они стали читателями нашей библиотеки. Значит, если говорить о соцсетях, это Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. Если говорить о популярности соцсетей, то это, конечно же, Инстаграм. Читателей, подписчиков не так много, как хотелось бы, да, но мы гордимся тем, что каждый наш подписчик – он живой человек. То есть, конечно же, существует очень много методик по привлечению подписчиков, накручиванию подписчиков. Мы не применяем таких никаких методик. То есть, каждый человечек, он у нас живой. У нас около полутора тысяч подписчиков. Среди них, хочу сказать, вот по статистике, где-то 18-24 года люди в возрасте, я имею в виду, около 36%. А от 24 до 36 лет – около 42%. Ну, а остальные тоже вот у нас. То есть, основная масса наших подписчиков – это молодежь, молодые люди. Конечно же, для чего мы это ведем? Для того, чтобы, во-первых, пропагандировать чтение книг. То есть, один пост в день, конечно же, мы преподносим какую-то книгу, рассказываем о книге. Второй пост у нас, конечно же, просто он такой развлекательный, какой сегодня день. Третий пост обязательно – это анонс мероприятия, который будет в ближайшее время. Ну, и следующие мы делаем посты, конечно же, рассказываем о тех мероприятиях, которые уже состоялись. Соответственно, люди видят, люди читают, люди приходят к нам. Очень часто бывает, что пишут сообщение о том, что мы вот увидели, у вас мероприятие прошло, вот опоздали, не успели, как же быть, тоже хотим. Такие мероприятия, ну, это в основном школьники, да, мы предлагаем любое удобное время для школьников. Понравилось мероприятие – пишите, мы для вас его вновь проведем. То есть, так вот работаем, привлекаем, дети подписываются на наши… Видите, как у вас все четко, действительно, как в библиотеке, каждая книжка подписана. И так же у вас пост сегодня такой, пост сегодня такой, он помогает на самом деле. Ну, это система, она работает. Система, абсолютно точно. Так, а каким образом, например, вот мы встречаемся с вами в декабре, и уже можно, в принципе, подвести итог года. Вот, по вашему мнению, самое яркое мероприятие, которое прошло у вас в библиотеке? Ой, у нас их очень много. Ну, хотя бы, например. Ну, самое, наверное, нестандартное, я бы сказала, это презентация книги Джеффа Монсона. В марте месяце это было, и спортсмен, да, он депутат сейчас. Наша Московская областная дума. И казалось бы, что где спортсмена, где библиотека? Вот у него есть книга, и с помощью наших же жителей Одинцова, Марии Владимировны, она вот помогла нам организовать такую встречу. Это было такое самое яркое, конечно же, событие у нас. А кто придумывает, какие встречи будете проводить в своей библиотеке? У вас есть мозг, где вы обсуждаете, думаете, сколько это человек, это же креатив абсолютный должен быть. Мозг библиотеки, это наши сотрудники. У нас их немного, но самая большая библиотека, мы в городе Одинцово, у меня самый большой штат, но я горжусь своими сотрудниками, я горжусь своими коллегами. То есть у нас есть библиотекари, есть методисты. Библиотекари, они, во-первых, ведут библиотечное обслуживание, методисты, конечно же, вот мы разрабатываем программу и мероприятия, они ведут эти мероприятия и курсы ведут. Вот придумываем, садимся, план работы на год, вот сейчас на 20-й год будем составлять, и, соответственно, потом планы мы действуем. В соответствии с планами действуем. Планы на 2020 год раскрывайте, хотя бы на зимние месяцы. Планы грандиозные, конечно же. Но, конечно же, мы хотим, чтобы наша библиотека, она была не маленьким таким культурным центром, а стараемся привлечь как можно больше читателей, потому что очень много людей, которые приходят на мероприятия, вот на развлекательные, на наши мероприятия, мы проводим экскурсию, и они говорят, боже мой, какая у нас красивая оказывается библиотека. Мы пытаемся вот привлечь больше. И, конечно, в 2020 году мы продолжим эту работу абсолютно. В этом году у нас было три или четыре встречи вот с такими вот авторами известных. Конечно же, в 2020 году мы хотим побольше привлечь авторов, чтобы наши жители города Одинцово могли задать вопрос лично, взять автограф, может быть, книгу приобрести. В общем, будем развиваться. Вот по поводу слияния библиотек. Ведь в 2011 году, если я не ошибаюсь, в Одинцове шесть библиотек и музей. Да. Вот как вы считаете, это хорошо? Какие-то есть преимущества в этом? Ну, самое главное преимущество, большое, это, конечно же, экономия бюджетных средств. Я всегда привожу пример. Если брать какую-то большую крупную российскую библиотеку, где там 200-300 сотрудников, то, конечно же, на эту библиотеку нужен штат юристов, штат бухгалтерия нужна своя, кадровая служба нужна. Понятное дело, что когда 200-300 человек в организации, это все надо. А когда существуют, ну, даже 3-4 библиотеки, маленькие библиотеки, где всего 3 человека в штате, и это самостоятельное юрлицо, где тоже должен присутствовать и юрист, и экономист. То есть они должны быть. А иногда бывает в библиотеках, которые обслуживают там 5 тысяч человек, там один человек, это и заведующая, и библиотекарь, и упорщица, 3 в одном. Конечно же, в каждой библиотеке иметь бухгалтера, юриста, кадровика, это очень для бюджета, это очень такая большая нагрузка. И было принято, я считаю, очень важное решение, слить библиотеки в одно юридическое лицо, и, соответственно, есть бухгалтер, который обслуживает эти 6 библиотек, есть юрист, который обслуживает, есть сотрудник кадровой службы. То есть это административный корпус, получается, да? Да, да, да. В общем, как по мультику известно, должно быть много книг в библиотеке. Самое главное, да. Спасибо большое вам за беседу, успехов вам в следующем году. Спасибо вам. Это была программа «Специальное интервью», до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.